Всем привет дорогие друзья и любители танковых побоищ! Сегодня у нас в гостях очень и очень опытный статист из клана Сенат, его никнейм Носок Мамонта. Играет он на не так давно появившемся в игре премиумном танке Т-54Е2, недавно кстати его продавали на аукционе. Не хотел я его себе купить, но что-то вот как-то у меня с ним не сослось. В общем друзья, я в данный момент готовлю для вас видео про гайд по взрывам БК в 7 ПТ-10. И вот в промежутках, как говорится между съемками, я озвучиваю для вас реплеи. Но в последнее время друзья, рандом насыщен непонятно кем, какими-то ботами, которые вытворяют что-то непонятное, сливаются за полминуты. Ну в общем вы, я думаю, и сами знаете, что происходит в рандоме после всех этих фановых режимчиков, интересных батл пассов, ивентов. В общем, я думаю, вы понимаете о чем я. Ну и под всю эту ерунду, под все эти психичные порушения рандома, я решил вам показать бойню, в которой наш герой попал в бой к ботам. Ну здесь реально фул 2 димы ботов. Вы посмотрите, как наши сливаются и поймете, о чем я говорю. Ты глянь, наш герой вот хотел заехать на мостик в самом начале, но встал тут у подножья и постоянно по кому-то стреляет. Потому что постоянно кто-то подставляется, кто-то упарывается. И глядя на все это, просто понимаешь, насколько у ребят из команды красных отсутствует какой-либо инстинкт танкового самосохранения. Да, в принципе, ровно так же, как и у наших, счет уже 0-4, наш боец, смотри-ка, уже на агрессии. Заезжает на мостик, упарывается в Дефендера, проезжает мимо, но тут уже никого нет. Получает он от Дефендера и попутно каким-то образом танкует крушителя. Итак, Дефендер ушел на КД, счет пока 0-4, надо просаживать этого. Барабанного негодника, вот уже счет 0-5, ты глянь, а, ну что ж вы, изверги, так сливаете быстро? Куда ж вы так спешите? Неужели всех разом позвали покушать или, я не знаю, что-нибудь там в этом духе? Итак, смотри-ка, Дефендер откадешился и решил, что есть у него какой-то запас по ХП, но тут подъехал перк. Итак, ребятки, счет 1-5, наш боец хотя бы как-то размочил этот полностью сливной счет. Вот сзади заезжает Прога, пропускать ее в кормушку, ну вообще никак нельзя, и тут надо выбирать. Либо встречать тех, кто едет слева, либо въезжать в Прогу. Да, вот минус наш последний, союзник, если его можно так назвать на ИСе третьем. И наш боец остался 1 против 6, смотри-ка, находит он здесь пиксель и просаживает Прогу на 304. И обрати внимание, Прогето что-то как-то застыл. Видимо, произошел какой-то сбой в программе этого бота. Ну а тем временем слева выезжает шотный ФВ-301 и вылетает в ангар. Тут же улетел в ангар, только показался и сразу же отправился в следующее побоище. Итак, смотри-ка, Крушитель как стоял в самом начале боя на этом месте, так и стоит. Что за дичь он вытворяет? Ну хотя ладно, если это бот, то ему действительно, ему простительно. Итак, наш боец упарывается в Крушителя и отправляет его в ангар. Минусанул он уже двоих противников и остался один против четверых. Есть также у нашего бойца точка С, поэтому за очки превосходства можно пока что не очковать. Итак, здесь надо быть осторожным на перекатке. Итак, Тигр П показался, улетел в ангар, но, к сожалению, Скорпион выдал по нашему бойцу на увесистые 528. За это и улетел в ангар. Остается у нашего бойца всего лишь 200 хитпоинтов. Надо ему здесь как-то уже дотаскивать. Вот он пишет, да, Расика. Ну, видимо, хотел написать, дайте Расика, но не сложилось. Точки пишет Т20. Т20, судя по всему, не бот. Но посмотрим в конце этого боя на его результат. Что он там накостылял? Ну а наш боец тем временем несется... Смотри, КВ-4 пишет, у Ясика. Типа подкалывает. Ну, посмотрим, как говорится, чья возьмет. Итак, наш боец заезжает на мостик. Опачки, там та же самая прога стоит, афкшит все-таки действительно. Произошли в его программе какие-то сбои. И этот боец, если его можно так назвать просто, зафкшил. Ну что ж, друг, до свидания. Встретимся в следующем бою. Итак, смотри, как КВ-4 встал на респе. Видимо, в ожидании того, что наш герой поедет Ололо рашить. Но нет, наш носок мамонта не так-то прост. Вот тебе рак прет, пишет ФВ-301. Да, конечно, ему прет. Особенно с командой ему поперло. КВ-4 там что-то пытается прострелить, но сделать ему это будет очень и очень тяжело. Вообще, кстати, друзья, обратите внимание на то, что очень много игроков в этом сражении. Это не боты. По крайней мере, они что-то пишут в чат. То есть, ну, это просто какой-то бред. Как люди могут так играть? Да, вот они еще что-то пишут, бомбят. Сами упарываются, допускают такие банальные ошибки, а потом начинают ругаться. Но это вообще, мне кажется, это не норма. Итак, КВ-4 поехал понизу и смотри, что он вытворяет. Он вытворяет что-то очень странное и просто удивительное, какая-то бредятина. Он едет еще и кормой к нашему бойцу. То есть, этот парень, видимо, уверен в своей победе или не знаю, что он делает. Может, он байтит нашего бойца на то, чтобы он настрелял побольше, а потом самый неподходящий момент возьмет и пафосно отправит его в ангар. Не знаю, посмотрим. Хотя, очевидно, что этого не произойдет. Потому что КВ-4 вот сейчас пытается куда-то уехать. И ладно бы он поехал налево, но он едет прямо. Зачем он это делает? Что это? Мне реально кажется, что это самые настоящие боты. И знаешь, вот они что-то пишут в чат, но на самом деле вытворяют вообще какую-то дичь. Ну, в принципе, ты и сам все видишь. Я думаю, что у них просто есть определенный какой-то набор команд. Ну, естественно, я имею в виду в чат писать они умеют. Вот что-то там они видят, какая-то ситуация по определенным алгоритмам и выдают какую-то писанину. Типа там, вот везучий рак. Или там, я не знаю, еще что-нибудь в этом духе. Ну, потому что это какая-то полнейшая дичь. Такого быть, мне кажется, ну просто не может. Вот смотри, у нашего бойца 108 тысяч боев. Кого к нему закинуло? Есть у меня, кстати, еще одна такая, ну может быть бредовая, но все же версия, теория о том, что если у тебя 100, ну 100 плюс к боев, то тебя априори будет кидать к ботам. Просто я наблюдаю за игрой некоторых стримеров и понимаю, что у них ведь очень много боев. И по идее их должно кидать каким-то плюс-минус опытным игрокам. Но по факту их закидывает в полнейшие нубки. Ну вообще бредовые какие-то такие наборы команд, что они там просто постоянно раскатывают всех, как... Ну я даже не знаю, как кого, не буду говорить. В общем, друзья, в любом случае наш боец красавчик, он противостоял 6 противникам. По итогу он взял расика, 6000 урона. Но отрицать тот факт, что он играл против ботов, я лично не могу. Хотя, с другой стороны, я думаю, что многие из нас хотели бы попасть в бой против ботов, настрелять огромную кучу урона, взять самых редких и эпических медалей. Напиши, кстати, в комментариях, хотел бы ты попасть в бой к ботам, накидать там реально очень много урона и затащить. Обязательно напиши в комментариях. Ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч!